В Линкольн-центре в Нью-Йорке прошла торжественная церемония вручения премии имени Чарли Чаплина. Лауреатом этого года стал оскароносный Морган Фримен, а в числе звездных гостей церемонии Хелен Мирон и Роберт Де Ниро. Кинопремия имени великого комика вручается с 1972 года. В разное время ее лауреатами становились Альфред Хичкок и Элизабет Тейлор. Звезда фильма «Шаг вперед» Ченнинг Татум отметил 36-й день рождения. Празднование прошло в тихом семейном кругу. Вместе с женой Дженой актер отправился на пикник, где получил довольно необычный подарок – лошадь по имени Кахун. Именинник и его супруга поделились подробностями семейного отдыха в Инстаграм. В Гонконге прошел показ мужской коллекции Диор сезона «Осень-зима 16-17». Креативный директор мужской линейки Крис Ван Аш представил знаковые элементы стиля модного дома в новой, неожиданной интерпретации. Богатство текстур, эксперименты с пропорциями, монохромная цветовая гамма, разбавленная яркими всполохами красного, и, конечно, зажигательная автопати. Показ Диор – это событие, которое невозможно пропустить. В Москве прогремела первая в своем роде вечеринка «Татлер Тин Пати», девиз которой – «Мальчишки и девчонки, и никаких родителей». Среди гостей мероприятия – представители золотой молодежи, самые перспективные подростки Москвы и самые красивые школьницы столицы, многие из которых уже дебютировали на балу «Татлер». Юные звезды с честью выдержали дресс-код мероприятия и зажигали у сцены на зависть взрослым. В Лондоне прошла премьера фильма «Голограмма для короля». Обладатель премии «Оскар» Том Хэнкс исполнил роль предпринимателя, чей бизнес терпит крах, а брак трещит по швам. Чтобы избежать банкротства, он отправляется в Саудовскую Аравию, где планирует представить королю дерзкий технологический проект. Что из этого выйдет, российские зрители узнают 12 мая. С вами был я, Артем Васт, и вы смотрели программу Breaking News. Еще больше новостей на сайте телеканала wfc.tv